Буквально за доли секунды у меня уже, кажется, сорвался голос. Всё от счастья. Елена Милкумян вот уже несколько дней живёт новыми эмоциями. Она точно знает, что случай несчастный обязательно должен смениться счастливым. За день до розыгрыша 38-го тура мама четверых детей сломала ногу, а потом узнала, что выиграла квартиру в Минске. Теперь всё время повторяет. Нет худа без добра. Мы не верили. Честно, мы просто не верили. Будем продолжать играть и будем ждать машину. Через несколько дней у победительницы день рождения. Из своей квартиры, правда, пока выходить не может. Новые апартаменты приняли муж, дети и бабушка. Вообще изумительно. Очень понравилось. И наш понравился. И квартира вообще широко. Делаешь, что хочешь, свободная планировка. Вау! Супер просто. Отлично. О такой радости тоже хочется сигналить не то, что на весь магазин, на весь город. В семье Синько из Барановичей трое детей. И каждому теперь найдётся место в новом внедорожнике. Поймали удачу благодаря маме. С 24-го тура сотрудники Евроопт получили возможность участвовать в розыгрыше наравне со всеми покупателями. Так Елена, работник логистического центра холдинга, стала заходить в магазин как посетитель чаще. Семья у нас большая, трое детей. Нужно продукты покупать, конечно, часто. Через день точно ходим. Если получается, что попадает, допустим, 10 рублей сумма, берём товар удачи всегда. Я согласна. И перед удачей все равны. Свой счастливый случай покупатели Евроопт встречают в разных городах и при разных обстоятельствах. Ирина Саракач из Гомеля не сразу услышала заветный звонок из студии. Рассказывает, что радостная новость прервала её дневной сон. А дальше оставалось только поверить, что всё происходит уже наяву. Если бы я верила, что я могу выиграть, я бы не легла спать. Я бы смотрела прямую трансляцию. Да много кто не верил вообще, что это возможно. И говорю, они вот говорят, ну если бы же Ира выиграла, то это реально. Благодаря упорству свой новый автомобиль выиграла и семья Лауткиных из Витебска. Играют с первого тура. И когда получили первый приз-сертификат на 10 рублей, поняли, что останавливаться нельзя. Товаров удачи в корзине становилось больше, и счастливый игровой код в эту субботу оказался именно в их чеке. Мы тоже не верили. Играйте и выигрывайте. Побольше... Главное надеяться и верить. Да, побольше кодов и товар, удачи, и всё будет хорошо. И это могут подтвердить ещё 200 победителей 38-го тура. Каждый из них выиграл денежный приз размером в 1000 белорусских рублей. Церемония награждения пройдёт уже в эту субботу во Дворце Республики, где каждого с удачей своим концертом поздравит Александр Солодуха. И пока одни забирают выигрыши, другие уже делают покупки и принимают участие в следующем, 39-м туре игры. На кону 20 тысяч подарочных сертификатов, 200 крупных денежных призов на сумму 1000 рублей каждый. Трёх самых удачных покупателей ждут автомобили Hyundai Creta. Ну, основной счастливчик, получатель квартиры, уже 19-я квартира в городе Минске от Европы. По адресу Местровская, 4, в престижном районе города Минске. Призаменяются, а правила остаются прежними. Казалось бы, обычный поход в магазин может обернуться головокружительным поворотом судьбы. И самое интересное здесь то, что невозможно предсказать, кто окажется во внимании удачи в следующий раз. Анна Волковец, Яна Лазовик, Александр Зонов, Александр Власов. Наши новости ОНД.